Рассказывают, что при пророке Мусе жил такой человек, которого звали Амиль. Он был богатым человеком, у которого было большое наследство, и после него это наследство передавалось только его двоюродному брату. И через некоторое время его находят мертвым. И никто не знал, от чьих рук он умер. Подозревали разных людей, подозревали его двоюродного брата и так далее. И люди, родственники Амиля обратились к пророку Мусе, алейхиссалям, за тем, чтобы найти виновного, найти убийцу, и позвали тех, кого они подозревали. И тогда пророк Мусе, алейхиссалям, обратившись к Торе, Таврату, то есть Писанию того времени, Закону Всевышнего Аллаха, и нашел обе стороны равными. По той причине, что у них не было доказательств того, что они являются убийцами, и у них были доказательства в пользу того, что они не убийцы. И Всевышний повелил пророку Мусе, алейхиссалям, чтобы он дал им такое решение, зарезав корову, чтобы они этот грех искупили. И тогда, если бы они зарезали любую корову, тогда эта проблема была бы решена. Но они начали задавать пророку Мусе, алейхиссалям, много вопросов, какая должна быть эта корова, какого цвета она должна быть, какого веса и так далее, и так далее. Задавали много вопросов. И тогда Всевышний, из-за того, что они не согласились с тем решением пророка и Всевышнего, тогда Всевышний ужесточил требования, чтобы она была такой-то, такой-то, такой-то определенной. И они искали эту корову очень долго, не могли найти. И есть разные версии, откуда появилась та корова, которую Всевышний повелел им зарезать. И когда Всевышний Аллах ужесточил требования в отношении этой коровы, они начали искать и долго искали эту корову, именно с теми требованиями, которые Всевышний Аллах указал. И есть разные версии, откуда появилась эта корова, где они ее нашли. Был маленький мальчик, который остался без отца с матерью и был воспитан ею до совершеннолетия. И рассказывают, что когда он стал совершеннолетним, он свою часть дня посвящал поклонению, часть дня посвящал сну и часть дня служения матери. И осталась корова, которой завещал отец своему ребенку, и эта корова ушла в лес и пропала. Тогда мать начала описывать этому ребенку, какая эта корова, с каким цветом и так далее, и так далее, чтобы он нашел именно свою корову, которая ему была дана. И когда он нашел корову, возвращаясь домой, мать ему говорила только найти эту корову и привезти. То есть не садиться на нее, не продавать, не позволять кому-то ее взять. И тогда один из людей встретился, этому молодому юноше, который просил его, чтобы он пустил сесть на эту корову. Так как он был уставшим, он потерял свой скот, и за то, что он сядет на эту корову и отправится к себе домой, он ему обещал 10 коров, обещал золото. Но он из-за покорности своей матери, он говорил, мне мать не говорила, чтобы я пускал кого-то сесть, или чтобы я продавал ее и так далее. И тогда из-за покорности матери вместе с коровой исчез этот пастух. Через некоторое время перед ним опять появляется корова, и ангел обращается к этому юноше и говорит, это был Иблис в обличии человека. Перед тем, как найти корову, мать обучала сына словам, каким образом он должен эту корову звать, для того, чтобы она не убегала от него. И когда он возвращался, уже нашел корову, возвращался домой, к нему навстречу пришел пастух, который остался без своего скота. Он говорит, что скот покинул его, он очень устал, и ему нужна его корова для того, чтобы он сел на нее, отдохнул и отправился домой. И мальчик говорил, что мать не говорила мне пускать кого-то сесть на эту корову. Тогда он начал предлагать ему 10 коров взамен, просто, чтобы сесть, отдохнуть. Тогда мальчик из-за покорности матери говорит, что мать не пускала ему ее продавать и так далее. И не пустил сесть этого пастуха на корову. Тогда, через некоторое время, этот пастух вместе с коровой исчезает перед ним. И он начал звать теми словами, которые научила мать этого сына, этого мальчика, словами звать эту корову, и она появилась перед ним. И она рассказывает ему, это был Иблис в обличии человека, который хотел, чтобы ты, ослушавшись мать, таким образом потерял меня. Но ангел перехватил меня за уздечку и привел к тебе. И тогда этот мальчик отправился с коровой домой. Затем мать повелела ему продать ее за три золотых на базаре. Когда он отправился на базар, к нему пришел торговаться ангел в обличии человека и просил его продать за шесть, не говоря матери. Тогда он говорил, что мать попросила меня посоветоваться с ней перед тем, как я ее продам. Он отправился опять домой, спросил у матери, можно ли ему продать за шесть. И мать разрешила, опять он отправился на рынок. Затем ангел предлагает ему следующую сделку за двенадцать золотых. Он говорит, что мать не говорила мне продавать за двенадцать, опять отправлялся к матери. И мать уже поняла, что здесь какая-то мудрость, что здесь есть какая-то мудрость, и это не человек приходит к тебе, а ангел для того, чтобы тебя испытать. И таким образом, когда он отправился на рынок, уже понял, что это ангел, он обращается к нему и спрашивает, для чего и так далее ты хочешь купить эту корову. И ангел говорит, что эту корову должен купить у тебя пророк Муса, алейсалям. То есть те люди, которым пророк Муса повелел, чтобы они нашли именно такую корову, которую Всевышний им указал купить. И тогда говорят, что пришли дети израилевые, то есть племя пророка Муса, алейсалям, и купили эту корову у него за стоимость по весу этой коровы. И тогда они купили за золото эту корову по ее весу. И тогда, когда они купили эту корову, зарезали, то есть принесли в жертву Всевышнему, Всевышний через пророка Муса, алейсалям, повелел им, чтобы они одной частью этой коровы дотронулись до мертвого Амиля, которого убили. И он заговорит и скажет, назовет имя убийцы. Говорят, что это был копчик, и говорят, что это был язык, то есть этот орган, которым они должны были дотронуться. И когда они дотронулись, он назвал имя убийцы. И таким образом было разрешено то дело, которое разбирал сам пророк Муса, алейсалям.